Девушки отдыхают Идите на Псковский переулок Я там дотворила и сама не знаю что А разрешение на ношение оружия у вас есть? Я должна сейчас умереть Ваша фамилия, имя, адрес? Ольга Вячеславовна Зотова Ольга Вячеславовна Оленька Ты на повинность больше не смей ходить Тебя это как участница, это не касается Руки испортишь Что руки? Жизнь испорчена Николай Павлович говорит, и Серафима Львовна то же самое Россия погибла Большевики погубят все Большевики это ненадолго А Россия действительно погибла Только кто в этом виноват? Опять из Сейлза безработных офицеров Варька Брыкин Это сын Пристова? Сколько хороших людей погибло на фронте А этот вернулся Жив-здоров С Георгием Значит смелый Надеюсь получить хотя бы краткий отчет Куда мои И других доброхотов деньги идут Вот прошу Что это за деньги? Те, что теперь в ходу Дензнаки Пока мы выйдем из вашего кабинета Они обесценятся вдвое А завтра рубль за копейку пойдет Извините В настоящее время другими Не располагают Золото есть Драгоценности Если бы были Не применул бы Мы напрасно задерживаем Господина Золотова Спи Не читай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Боже мой Мама! Мама! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Субтитры Алексею Дубровскому 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 Постарайтесь вспомнить, гражданка Зотова. Двоих, не знаю, в шинелях были, ли это завязаны платками. Третий, Валька Брыкин, танцевала с ней. Один из налетчиков убит в перестрелке. Тот самый Брыкин? По документам другой, член Союза безработных офицеров. Пролетарская власть покончила с этим союзом. Выздоравливайте, гражданка Зотова. Что это вы вдруг под конвоем, товарищ Вера, а? Здравствуйте, Емельянов. Товарищ Афанасий бывший пекарь, а теперь боец за революцию до полной победы мирового пролетариата. Чехи даже написал об этом. Неплохие. Чехи? О, мне бы такого в эскадрон. Слушай, бросай ты чека. Охота тебе веником быть, мусор выметать. То ли дело в чистом поле саблей рубить. Что это? Бойцов смазывать? А мне можно, я больной. Ну-ну, не прикидывайте, поскорее выздоравливайте. Вот-вот. Надумаешь, тащи свои стихи в эскадрон. Только смотри, плохие притащишь, выгоню. Пожрать ничего нету. Нет, ко мне никто не ходит, ничего не носит. Ну что ж, теперь время такое, ничего не поделаешь. Ни до того. Ох, всю Россию по кускам раздирает эта гражданская война, будь она неладна. Наклеили бумажки какие-то, декреты, холеры их возьми. Слова-то все какие-то свирепые, яростные. Тетка, ты на эти бумажки на стенках не плюй. На них нынче всесветная история пишется. А чума с ней с историей. Нет что до нее. Из Венерического? Что? Ну, из какого спрашиваю, из Венерического? Меня убивали. Да не убили, вот почему я здесь. Ах ты, батюшки, вот приключение. Должно быть, было за что. Ты как бандиты, а? Да вы что, не слыхали про нас? Зотовы, напроломные. Ах, вот оно что. Мне ищека, товарищ Вера, рассказывал. Сколько этого гнусного элемента повылило. Больше, чем думали. Руками разводим. Бедствие. Да ничего. Справимся. А вы бой, девка. Знаете, не поддались. Вот вы, конечно, революцию только так воспринимаете. Через насилие. Да. А жалко. Сами-то и старобрятся. В бог верить. Чего? Это обойдется. Вот во что надо верить. В борьбу. Вот то-то. А то прожила бы, как все. Жизнь просмотрела в окошко из-за фикуса. Скука. А это веселее, что сейчас? А то не весело. По всему миру собираемся на конях пройти. До самого океана дойдем. Хочешь, не хочешь, гуляй с нами. Хочешь, не хочешь, гуляй с нами. Хочешь, не хочешь, гуляй с нами. Хочешь, не хочешь, гуляй снег? Хочешь, не хочешь. Я уничтожу beer. Пять-пять-пять-пять-пять. переход Зараза, привязалось ко мне это его яблочко, прости господи. Ой, как жрать хочется. А ты ему понравилась. Сидел, все глаза на тебя перекатывал. Ох, будь бы я помоложе. Ох, Господи, как жрать хочется. Конечно, он какой-то не совсем обычный. А впрочем, ничего такого в нем нет. Миллион таких дураков. Большевик, конечно, разбойник. Сейчас к такому притулиться самое верное дело. О, Господи, прежнее-то, видно, все ушло. Да, пожалуй, вы правы. Прошлое осталось на дальнем берегу. Вставай, вставай! Вставай, говорю! Что? Красные уходят! Куда уходят? А черт не знает, белые идут. А нам-то что за дело? А как же? Господь-то военный. Настукают нас здесь. Бивутся в красных. Чекай, говорю. Быстрее, товарищи, быстрее! Еще две проходы, товарищи! Выши, сейчас! По металам в третью палату! Ну вы чего встал? Чего рот разину? Переправи давай, гони под родей! Переправи! Раненых в первую очередь! Отправляйтесь! КОНЕЦ КОНЕЦ Зам! Зам, балди! Я тебе покажу, амбутинированный красноармейская сволочь! Повернитесь. Зотова? Да. Следуйте за мной. Дорогу, дорогу! Доктор! Доктор! За что? За что? Пошел! Идемте! Идемте же! Ну, что стоите? Мне показалось, это он! Брыкин! Идемте, прошу вас! Вот и все, что я знаю. Наши сведения не совсем совпадают. Хотелось бы услышать от вас кое-что о вашей связи с местной организацией большевиков. Вы с ума сошли! Прошу! Прошу! Что? Карманы! Боже мой! Боже мой! Ах! Пощадите! Тюрьму! Я не хочу! Я не хочу! Скорей! Я не хочу! Я, начальник, тюрьму! Я не хочу! Я, начальник, тюрьму! Послушайте! Не уходите! Послушайте! Умоляю вас! За мной поступают несправедливо! Дайте мне карандаш и бумагу! Не уходите! Не уходите! Не уходите! Ты будешь говорить! А-а-а-а! 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 А-а-а-а-а-а-а! КОНЕЦ Только бы мне выйти отсюда, только бы мне выйти. Калачик вам принёс, барышня. Если что нужно, только стукните. Мы завсегда с политическими. Постойте. Что это? Вот-то пушки. Не знаю, барышня. Вроде бы красные. Целая армия. Кто там? Ячь! Я не пойду, я не пойду! Я не пойду! Я не пойду! Я не пойду! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Умели жить, буржуи. Так, вот это сало, это крупа, вот это таранка, а вот это сушеная морковь, вместо заварки будет. Картошка, всего довольствия недели на две. Ну а там? Это что? Тьфу, так это же ветер в печных трубах гулять. А мне показалось, знаете что, будто сидят это на крыше под осенним дождиком купцы Скоробогатовой и надрываются с тоски. Не страшно, Призаков не боитесь? С вами я ничего не боюсь, Дмитрий Васильевич. Да нет, я же здесь не останусь, уйду. А вы одна, пустой дом, ночь. Я буду ждать, Владимир Васильевич. Ну вот. То война, и эта война. Но в чем же все-таки разница? В смысле тактики и характера боя. Вот. Империалистическая война. Позиционная. Окопная. Потому что в ней порыва не было. Умирали с тоской. А революция. Революция создала конную армию. Понятно? Конь. Это стихия. Конный бой. Революционный порыв. Вот. Вот у меня одна шашка в руке. Я врубаюсь в пехотный строй. Я лечу на пулеметное гнездо. Несется лава на лаву. Без выстрела. Гул. И ты как пьяный. Шиблись. Пошла работа. Минута. Ну, две минуты. Самое большее. Сердце не выдерживает этого ужаса. У врага волосы дыбом. А у меня за плечами крылья. И враг повертывает коней. Вот тут уж руби. Гони. Пленных нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте, Ольга Вячеславовна. Вставайте. Пойдем. Куда? Субтитры создавал DimaTorzok Начинается ваша боевая наука. Как сидите? Как сидите? Слышите? Сидишь, мать твою, так как собака на заборе. Ну, носки подбери. Не заваливайся. Так. Да кому ж я говорю? Ты что, ну, носки подыри. Конечно, настоящего удара нет. В ударе вся сила в плече. А плечики у нее все-таки девичьи. Так какую цель преследует рабоче-крестьянская Красная Армия? Товарищ Сотова. В борьбу с кровавым капитализмом, помещиками, попами. За счастье всех трудящихся на земле. Молодец. Без запинки. Пример берите, товарищи бойцы. Огоня! Эскадрон! Рысью! Рысью! Рысь! Кунь и пей сорвались! Разве только... Разве только у океана остановится! Кунь и пей сорвались! Я про нее удивительный знаю. А что? А то, что не баба, она вот что. Ну, что ты, Долик? Скажу, не поверите, а вы животите соценику. Да говори же, не баба, а кто же? Девка. Провали себя на месте, девка. Я ничего не говорю, что. Я говорю, что родители, она завсегда с командиром спала. Хоть на лавке, хоть на пищи, в одной кровати. Спят, да в одной кровати. Но как? Как? С балетом, он головой туты, она сюды. И опять же, умывалась она с утра. Я через плетень, жирк, а тут он выходит. Так она от него, как от чужого, на дерево. Мало ли что, она же из этой интеллигенции. Черт не знает, как у них там. Но что в одной кровати, с таким, как наш командир, и... Жена! Завтра до света повезешь пакет в дивизию. Есть пакет в дивизии. Есть пакет в дивизию? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 призлобную Европу, не будь лентяй, не забывай про... КОНЕЦ 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 Вот что, Ольга Вячеславовна, до сих пор настоящего дела у нашего полка не было. Так, стычки. Я вас при себе держал. А теперь... А теперь я не с вами буду? Наш полк получил приказ прорваться через неприятельскую оборону, пройти по белым тылам. Предстоит рейд. Рейд? Дело опасное. Не заробеешь? Ну-ну, смотри, поближе ко мне держись. Домой! КОНЕЦ 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 Ну, садись. Ищи сейчас дадут. КОНЕЦ Водки хочешь? КОНЕЦ 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 Барсяночки я ваши выстирала. Не успейте оглянуться, выкнут. КОНЕЦ КОНЕЦ Она говорила, говори, Ваша сезда буду твоя. КОНЕЦ КОНЕЦ Ты что? КОНЕЦ Смерти захотела. КОНЕЦ 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 Какая муха тебя укусила? М? КОНЕЦ 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 ЭНИ ТОП КОНЕЦ КОНЕЦ Они находятся в нашем тылу уже пятой сутки, ваше прерасходительство. Ущерб очень велик. Снять с фронта шестую казачью, бросить против красного рейда. Всю дивизию, ваше прерасходительство? Прижать к реке, не дать перейти мост и уничтожить. Лучше вам мозг не взять! Они нас видят, а мы их нет! Иди сюда! Иди сюда! Если с рассвета до восьми утра не управимся, крышка белая с тыла ударит. Ну пойдем, Оля. Надо еще поспать часок. Неужто в самом деле не сумеем мост взять? Вдруг вдали у реки, засмеркали штыки. Это белогвардейские цепи. Вдруг вдали у реки, засмеркали штыки. Это белогвардейские цепи. Это белогвардейские цепи. И бесстрашно отрядно врага полетел. Завертала смертельная битва, И поезд молодой, И поезд молодой, Вдруг помит головой, Комсомольская... Женой бы тебя сделал, Оля. Да нельзя сейчас. Понимаешь ты? Еще два часа и белые казаки будут здесь. Осталось одно. Все-таки взять мост. Сделать это должны. Коммунары. Коммунары. Вот знамя. Нужно умереть, товарищи. Аптолийскому. Думаю. Аптолийскому. Субтитры делал DimaTorzok 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 КОНЕЦ Сейчас, когда наша страна разрушена гражданской войной, когда основная наша задача это восстановление народного хозяйства, мы с вами пускаем наш завод. КОНЕЦ КОНЕЦ Один момент. Бывают же такие вот стервы со зверенным кулком. КОНЕЦ 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 У нашего управдома с перепоем внезапно открылась ревенник человек, и, кстати, стоит там внизу на лестнице и утверждает, что лестница закажена моей собакой. Это он говорит ее кало. Если ваша собака будет продолжать эти выступления на лестнице, возбужу судебное преследование. Я говорю, вы не правы, журавлёк, это не ее кало. И так мы спорили, вместо того, чтобы ему нести лестницу, а мне идти на службу. Такова русская действительность. А! Что? Ах, моетесь. Ну что же. Мойтесь, мойтесь. Только не задерживайте движение. Я вам хочу кое-что рассказать. Керосинка в комнате вместо кухни раз. Оружие без разрешения два. Сказать, что к ней ходят мужчины, не могу. Я лично не видела. Но должна же быть причина, почему не ходят. Я догадываюсь. Какая? Определённо сифилис. Заразные болезни три. Как она ходит мимо нас, глаз не подымает, сволочь. Не удостаивает, ненавидит. Человек-ненавистник четыре. Требует выселение. Жить вместе невозможно. Ничего не выйдет. Вы ей керосинку, а она вам шитьё на дому без патента. Кто? Я? А что, я? Вы ей оружие, а она вам бывший офицер скупает антиквариат. Ну и что? Для переотправки за границу беспошлиной. Ничего подобного. Но вы правы. А сифилис? А муж в сибирских тундрах. А безработная от начала революции. Что же вы предлагаете? Едоформа. Выкурите её из нашей квартиры посредством дутия через бумажную трубку в замочную скважину десять граммов едоформа. Живое существо не выносит атмосферы, отравленной едоформом. Идёт. Разве эта женщина, это какой-то демобилизованный солдат? Как ваша собачка? Как ваша собачка? Я знаю, она в чеках работала. Но её из чеки за зверства выгнали. Исполнить. Исполнить надо не позже, чем... Не позже, чем. Здравствуй, Лялечка. Доброе утро, Лялечка. Здравствуй, Верочка. Здравствуй, Лялечка. Вы ко мне, Лялечка. Товарищ Бабич, просился голосовать. Прошу. Бумага когда нужна? Через полчаса. Просто смотреть на нашу Лялечку, и то одно удовольствие. Не говорите, даже я сугубо не поэт. Но когда она входит к нам, мне кажется, что на этих, извините, грязных стенах расцветает весна. Да-да, это Лялечка-трелесть. Зараза. Товарищ Зотова, вот эту бумагу, поправьте приопинание, отнесите вам в залу товарищу Педотти. И скажите ему, что это согласовано с товарищем Бабичевым. Вы поднялись этажом выше? Товарищ Бабичев взял вас к себе. Да, он очень просил. И этот увлекся. Что вы? Он такой большой коммунист. Есть. Заходите, Лялечка. Обязательно. В наше время надо подходить к делу прямо в лоб, в ударном порядке. Зачем вам бумажка, когда я вам уже три послал? Привет, Лялек. А? Ну так мы вам пропишем другую резолюцию. Дождетесь пока. Безобразие бюрократы. Завели технологию. Чтобы получить пульт металла, надо израсходовать два пуда бумаги. Черт знает, что такое. Вот вам еще бумага. Это согласовано с трестом. А на это есть добро товарища Бабичева. Можно идти? Можно. Секундочку. Удивляйте вам, товарищ Зотова. В общем, такая интересная женщина и провоняли все помещение мохоткой. Женственности, что ли, у вас нет? Черт знает, что. Действительно, пугало огородное. Пугало огородное. Пугало огородное. Пугало огородное. Пугало огородное. Это где купили? Это... Это в магазине. А это? Вы почти все сможете найти на Кузнецком мосту. Центральный мост Орд бывший мюр и норелиз. Так. Чауки теперь носят телесного цвета. Черные не в ходу, только телесного. Платье шинель. Шляпки. Колпа. Высокий. Круглый. Туфельки. Каблук. Контесс. Высота не меньше десяти, даже одиннадцать. Поняла. А это, как чешу? Позненько. Вы делаете переход от военного коммунизма, Ольга Вячеславовна. Ты! В полочь недорезанную! Попался бы ты мне в поле! Говорят, товарищ Бабичев, действительно, что-то там такое с Лялечкой. А, сплетник. Ну, а почему, собственно, нет? Лялечка как раз из тех, которые нравятся немолодым, утомленным работой, мужчинам. Погодите, погодите. А как же жена Бабичева? А он не женат. Бел Аркадьевич, надо кого-нибудь послать. Бабичев. Бабичев. Ёлки-палки! Это откуда же взялось? Игорь Аркадьевич, надо кого-нибудь послать к Бабичеву с отношением от нашего месткома. Вот и она. Да. Игорь Аркадьевич Поразительно, до чего она ломается. При заполнении анкеты написала вот такими буквами девица. А все говорят, просто ее возили при эскадроне. Понимаете? Жила чуть ли не совсем эскадрон. Безусловный сифилис. По морде видно. А выглядывает, что тебе баронесса Ротшильд. Будьте с ней поосторожней. Катюку эту я давно раскусил. Она карьеру сделает, глазом не моргнет. Не с такими данными делает карьеру. По винтикам, по керпинчикам остыщили меня этот завод. ИИ. Потапали. Тiera. Все. Нет, не, Продолжение следует... Вчера то же самое, на промокрашке. Кто это делает? Как член месткома, я считаю, это надо прекратить. Надо помочь ей сближиться с людьми. Вы знаете, она сама просила общественную работу. Продолжение следует... Вы, кажется, из редакции, товарищ Зотова. Да, я из редакции, Зотова. А я вот он, Бабичев. Ну что ж, изображайте меня хвост и в гриву, я не против. Но это же никому не нужно. Это мелочь. Это не талантливо. Ну что это за острота? В служебные часы любят попивать чай в ущерб деятельности. Больно укусить побоялись, оттявкнули по-лакейски. Ну что же, что чай? В девятнадцатом году я спирт пил с кокаином, чтобы не спать. Так все мельчить не умело. Можно всю революцию свести к дешевеньким карикатурам. Значит, старики сделали свое дело и на свалку. Жалование получили и пошли пиво пить. Молодежь-то хороша, да вот от прошлого отрываться опасно. Так-то. Субтитры создавал DimaTorzok Что такое? Я что-нибудь не так сказал? Обидел? Я видел вас в девятнадцатом году. Вы приезжали к нам в чай. Мы с вами вместе клятву революционную давали. Вы были на фронтах в девятнадцатом? Да. А как начала работать в тресте? Разделялась. Этажи, этажи. Бумаги какие-то. Знаете, какое у меня было чувство? Чувство воробья, залетевшего в тысячеколесный механизм баженых часов. Нет, на воробушка вы не очень похожи. Да я знаю. Меня еще и по-другому называют. Но я никак не могла. Да и до сих пор по-настоящему не могу понять степень пользы, которую я приношу, переписывая бумаги. То ли было на войне, честно, определенно, всегда к видимой цели. И сейчас идет война. Смотрите. Вот по этим афишам и плакатам видно, что война продолжается. Сами афиши воюют. Вот. Маяковский, Владимир Ильич Ленин. А там, где Ленин, там всегда сражение. Уголечком из-под тяжка запачкал. Ничего, поживет, убедится. Будет. Что, скажусь я еще в агитатор? Лев Аркадьевич, надо послать кого-нибудь Бабичеву с этим отношением. Разрешите, я отнесу. Пожалуйста. Наша страна начала строить бури, страдания, пафос, гнев, бедствие в прошедших лет. Вот. Загорелись яркими, первыми огнями строительства. И мы с вами сейчас на передовых позициях. И как гражданскую мы не пощадим своих сил. И как гражданскую мы должны победить. И как гражданскую коммунисты будут впереди. Цветной металл. И как гражданскую мы не пощадим? И как гражданскую мы не пощадим. И как гражданскую мы не пощадим. Каждый день в год работает. И это значит, что угрожает постройка на несколько миллионов золотых рублей. Это называется экскаватор. Ты знаешь, наш город вырос на пустом месте за два года. Опотребляет колбасы вареной сто пудов. И 150 тысяч французских булок. А из-за печенья жорст Бормана постоянной неприятности не хватает. Все, товарищи, идите. Все, товарищи, идите. Все, товарищи, идите. Все, товарищи! КОНЕЦ 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 А, керосинка? Когда вы наконец кончите это антипотез? Пожарное безобразие, гражданка Зотова. Я спрашиваю, когда? Я больше не варю в комнате. А почему керосинка здесь? Я опаздываю на работу. Это меня не касается. Приказываю отнести керосинку на кухню и варить там, где все. Ух, все жильцы возмущаются вашим антисоветским поведением. Ну ты, отрыжка! А ну-ка, иди отсюда! Извините, гражданин Панизотский здесь живет. Ну-ну, мат у нее, знаете, такой, что я, отродясь, такого на улице не слыхал. Даже в праздники. Ау! 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 Затянет вас. И вы погибнете! И вы мне все рассказали о ней? Досконально. Все о прошлом и настоящем этой эскадронной шкурке. Лялечка, вы можете торжествовать. Я ее ужасно боюсь. Она может меня облить купоросой. Здравствуйте, гражданочки. Ах, как пахнет. Что это за варенье, Роза Абрамовна? Из Мирабели. Первая порция мне. Ммм, какая шикарная бурс. Паша или клиентки? Какие клиенты? Не бороться к голову. А, Ольга Вячеславовна, миль пардон. Айн минут. Я сейчас испаряюсь. Вот только варенье попробую. Наш правдом Журавлев окончательно решил добиться чистоты у нас на черном ходу. Он пристал, что моя собака... Ай, это черт знает, что такое. Это черт знает, что такое. Я не могу больше, когда все это... Никогда это не кончится. Я уже ей щетку в постель клал, так она... А что, если иначе? Если с этой самой щетки настричь щетины, щетинки настричь, и каждый день гадюки в кровоцепь. Мотно не выезжать, сама от нас едет. Щетка эта ерунда. Я предлагаю химическую оборону. Сероводород. Или опять-таки, деда оформлен. Скажите, Ляречка, вы хоть на редкость и скрытные, но с директором, с Кубабичевым. У вас оформлена связь? Да. Третьего дня мы были с ним в ЗАГСе. Я наставила на церковном, но он не хочет. Так вы этой маркетанке, этой гадине ползучей, в морду швырните ЗАГСовое удостоверение. Да нет, что вы, ни за что на себе. Мы будем стоять за дверью, может, ничего не бояться. Станем за дверью, вооруженные орудиями кухонного производства. Вы должны это сделать, Ляречка. Обязательно. Да. Что такое? Боже мой, вот. Стойте, Ляречка, мама, Ляречка! А, они вылавливают свое будущее. Какое будущее? Стой, да погоди, ну чего ты? Ну куда ты бежишь? Ну стой же, говорят тебе, ну куда ты бежишь? Идите, Ляречка, иди. Почему преследуете? А ничего плохого ему не будет. Учить будут, кормить. Человека из него сделает. Ольга. Не может быть. Ольга Вячеславовна, не узнаете? Афанасий. Я, Ольга Вячеславовна, я. Погоди. Ну погоди. Ну куда же ты рвешься, цурочок. Ты знаешь, кого я встретил? Героя гражданской войны Ольги Вячеславовну Зотову. У меня все грустно, Афанасий. Я очень одна. Какая же вы одна, если вы меня встретили, моего товарища. Выбросьте это из головы. А вы знаете, кого я недавно встретил? Чубатова. В эскадроне у нас был. Он еще знамя у вас на мосту подхватил. Помните? Ага. Он теперь большой начальник с портфелем. Говорит, если бы в 19-м сказали мне идти по Деникинске и пулеметы за лозунг «Снижайте цены на трикотаж», тут же бы этого лозунгщика пришил. Дыхнуть бы не дал. А вы кто теперь? Я? Я метелка. Ну да, веник. Так меня разве не помните, покойный Дмитрий Васильевич называл, когда из чека в эскадрон переманывал. Ну вот, как бывший чекист, беспризорников ловлю. Из них такие люди могут получиться. Слушайте, Ольга Вячеславовна, бросайте вы свой ундер-вуд. Ведь вы же столько можете. Хотите, я поговорю с товарищами в райкоме, в щубаке? Начинается моя смена. Я тоже опаздываю. Я к вам сегодня обязательно зайду, можно? Обо всем договоримся. Ну, после работы? Я заканчиваю ровно в пять. Значит, в шесть. Ну, если тесто задержит пять минут, самые большие десять. Так вы? Да, основная моя работа здесь. Ну, хорошо. Третья дверь по коридору, постучи. Ровно в шесть. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Третья дверь по коридору. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это совершенное бесстыдство. Лезь человеку, который женат. Вот удостоверение из акта. Все знают, что вы с венерическими болезнями. И вы ими намерены сделать карьеру, да еще через собственного моего законного мужа. ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я виновата. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Судите меня. ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ